Как-то я пропал нечаянно, извините, я думал Сергея добавлю, а как-то отлетел просто нечаянно. Ну вот так вот, вы для меня на самом деле особый авторитет духовный. То есть вы мне показали просто своей жизнью, слава Богу за вас, что православный, что можно быть православным настоящим, что можно быть реально настоящим православным человеком, что я, по крайней мере, могу стремиться к православию и донести людям истинного Господа Бога. До этого я, глядя на православие, понимал, что люди просто идут и погибают, потому что они приходят ни с чем в своем сердце и уходят ни с чем. Но в церкви не бывает такого, не бывает момента среднего. Бывает, либо ты растешь, либо ты падаешь. Поэтому вот это меня очень расстраивало. А так как я в своей жизни, я ее всю посвящаю Господу Богу, я хочу полностью все целы отдать себе Богу без какого-либо остатка. Я живу, я не живу этой жизнью, я стараюсь вообще не жить вообще ничем в этом мире. Я хочу жить только основой, хочу жить Иисусом Христом и основой, ну, сутью нашей жизни, приходящей этой жизни. То есть смерть. Смерть, она у нас каждого коснется, то есть это итог нашей жизни, и я ее понимаю, и я хочу жить именно так, взглядом на смерть и взглядом на Иисуса Христа. На то, что это крайняя краткосрочность, кратковременность. И по большей степени, конечно, хотел вас поблагодарить, и если Господь через вас мне что-то подскажет, конечно, я бы хотел услышать что-то важное. А так, по большей степени, конечно, сказать вам спасибо. Ну так. Спасибо вам. Может быть, какие-то вопросы есть, если хотели бы разрешить? Вопросы, знаете, вот, ну, как часто бывает, когда есть фундаментальный вопрос, да, когда он в общем, в жизни человека, то, конечно, возникает миллион вопросов. А когда один за одним вопросы разрешаются, когда суть понятна, то и вся мелочь, она тоже, наверное, становится понятной. Все, все вот это вот, что, ну, как бы, второстепенное. Как бы, основное меня раньше интересовало православие, да, моменты такие, как крещение младенцев и т.д. т.п. Но я знаю, что, я знаю ваши взгляды на это, я знаю свои взгляды на это. То есть, есть вопросы, которые, просто я знаю ваши ответы, как бы, смысл задавать их. Опять же, это все второстепенно. Главное, любовь, по-моему. То есть, мне просто интересно вопрос услышать в вере, в пути к Иисусу Христу. Ну, важнее всего это любовь, Иисус Христос, наверное. А вот все уже остальное считается второстепенным, или оно всецело имеет свою какую-то значимость, или есть первостепенное, это любовь, Христос, а потом уже все остальное, или оно все вместе. Вот как к этому всему нужно относиться? А эти вопросы, как вы думаете, у первых христиан возникали? Навряд ли, навряд ли. Не возникали. Тогда у меня возникает вопрос сразу. Третья глава, Деяния апостолов, уже после сошествия Духа Святого, Петр и Иоанн шли в храм, сейчас в молитве девятой. Вот заметьте, сколько здесь второстепенных вещей. Шли вместе, шли в храм, который уже приговорен был к разорению, который назван вертепом разбойников, и сейчас молитва девятая. Что это означает? Задумайся, что они молились, до этого долго молились. Видите, вот сходу отвечать так, можно, конечно, но утверждать никак нельзя. Каждому вопросу всегда нужно ставить четыре вопроса. Кто сказал? Когда сказал? Кому? И с какой целью? Кто сказал? Это сказал нам Лука, который написал Деяние апостолов. Это в первых стихах говорится о Луке как раз. Когда сказал? Это первый век. Это люди, которые захватили еще не разрушенный Иерусалим. Кому сказал? Сказал для всех наций, для всех народов до последнего времени. Но главное, писал ему Феофилу. Как бы частное письмо. Достопочтеннейший Феофил. Он дальше говорит. С какой целью? С тем, чтобы мы знали это, а где нужно, проверили себя. Сходится у нас с этим или не сходится? Это мы сегодня будем думать, что и я мог бы написать. Но это канонизированная церковь. Эта книга вошла в канон церковный. Иоанн Затаус говорит, она называется Деяние апостолов. Но правильнее было бы назвать ее Деяние Духа Святого. Апостолы сами ничего не могли сделать. Это все творил Дух Святой. И Писание, все, оно вошло в Писание. Богодухновенно. И писали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И поэтому словам, которые я назвал, нужно относиться не просто как к обыкновенной Писанине, а как начертанной, на скрижалях пока бумажных, а потом на сердечных, когда мы принимаем. Это именно так. Шли в храм молитвы 9. Вот мы проезжаем город Боготол. Это за Красноярском туда дальше. Мы ходили в Баладевосток. Это в 12-м году мы прошли от Москвы до Владивостока находки. 240 городов посетили всего. И там большой шатер стоит. На площади мы увидели громит, гремит такая музыка. Мы сразу поняли, что это сектанты какие-то. Названия они сами будут скрывать. Так все и получилось. Ходят со стаканчиками, пьют. Мы попросили старшего. Это все в ролике. У нас ролик стоит. Жующие сектанты называются. Боготол. Мы попросили старшего вызвать. Они не могут вызвать. Там гудит, гремит. Ну, маленького можно убавить. Никого нет. У христианина в тишине все является. Бог явился там, когда Ильи, где была тишина, тихо, и вене ветра. Здесь гремит, ногами колотят. Ну, это не по слову Божию. Наконец-то его нашли. Он подходит настороженный так. А их, видимо, трогали казаки. А вы не от казаков? Да нет. Мы идем, у нас жезл в руках посохи. Написано, евангельский посох. Мы от собак ходим по дворам уже. В каждый дом заходим. А собаки приходится маленько отодвинуть от себя их. А мы православные, евангельские христиане. Евангельские православные. А что это такое? Ну, мы все основим на свете Библии. Православные, а иконы-то поди признаете? Да признаю. А вы разве не признаете? Так идолы. Идолы. А вы могли бы повторить, вот когда я сейчас кончу говорить, и в конце скажете, что идолы. Вас интересует, это идолы или нет? А что интересовать? Так понятно, что идолы. Так вот, шли в храм молитвы, час девятый. Это в какой храм они шли? И сколько храмов было на земле? Сколько? А сколько у друга? Он даже не знает, сколько. А какой храм? Соломонов. А, да-да, Соломонов. Соломонов. Открываем четвертая книга. Царств, 25 глава. И пришел на выход Аностор, разрушил храм. И дальше все, что сделал, он выносил, золотое море медное изломал. Да что с Соломонов храма было? Разрушен был в таком-то году. А этот какой храм? Не знают. Это учителя. Они отошли от церкви, чтобы знать больше, что по Писанию. А там во много раз меньше, чем в православной церкви Писание. Я говорю, шли в храм. В храм шли. И Христос зашел в храм. И этот храм он назвал дом мой. Дома молитвы нарещется. Не сказал это капище. А в этом храме были иконы. Икон было столько, что мы вообразить не можем. От пола до потолка. И снутри, и снаружи. Откуда это знают? Пророк Иезекииля. Признаете книгу? Ну да, 41 глава, 17 стих. У него в Библии его как... Ну открывай, его не открывает. Сатана рядом уже стоит. Ну, Христос сказал, дом мой. Мы можем согласиться, что это его все-таки дом был? Ну, конечно. А кто его построил? Зарававель. И вот 41 глава Иезекииля говорится, как Бог дает повеление и порок Айгей. Конечно, которые люди, говорят, сохранились до пленения. И смотря с этим храмом, не скажут ли, что он как ничто, такой маленький. Но слава его будет больше первого. Почему? А в него придет господин храма. Царь старей, Господь господствующий. А тот храм, какой был, когда молились, написано, слава несравненного Бога в виде облака наполнила весь храм. И священники, люди отлично не могли стоять в храме. Значит, по повелению Божию было сделано. Да, сделай все, как тебе показано на горе. Но это проект был дан. А этот проект дал Господь. Точно тот же самый Бог Иегова. Но в этот храм пришел, а там икона. Экона означает изображение. Сделай изображение. По-гречески это икон. Икон. Это икона. Ну ладно, это понятно. Нет, подождите. Я бегать за вами не буду. Вы задали вопрос, и вы слушать не хотите. Я повторяю вопрос. В этом храме, в который шли апостолы сейчас в молитве 9, а ты после Духа Святого, когда сошел во второй главе Пятидесятница. А это после этого идут апостолы. А они куда шли? В капище или в храм? Как воды в рот набрали. Лукавые сектанты. Вот у нас в храме все по образу Божьему. Но там же не было святых. Не было. Потому что их когда делал Иезекииль, их не было там. Написано в преисподнюю. Яков говорит, к сыну моему Иосифу сойду с печали в преисподнюю. Для того-то Господь говорит, и мертвым было проповедано. 2 Петра 4,6. Вот так как на небе их не было, на небе не было образов. Там ангелы были, образы были. А так как эти души выведены, теперь образы изображаются. Вы это не слышали про это? У них веры никакой нет. А это не надо. А вот мощи Матроны привозили. Нет, подождите. Уже бегать не надо. Вы вопрос задали. Я вот теперь в этом вопросе наводящие вопросы. Там было идолы или иконы? Ни один не отвечает. Это были иконы. Святые сделали изображение. Написано священное. Так? Договорились дальше. Значит, когда вы называете иконы идолами, вы грубо погрешаете. Говорите тяжелую неправду. Если идолы это изображение, уводящее от Бога, то эти приводят к Богу. А 20 глава исход говорит, не сделай изображение. А вы верите, что это написано в исход? Да. А 25 написано, сделайте. Что, Бог забыл? Сделай изображение золота двух херувимов. А херувимы, где написано не того, что на небе вверху, а что на небе вверху? Херувимы, серафимы, ангелы, облака, дождь, луна, звезды, солнце. Все, больше ничего нет. А херувимы-то там не делай, что на небе, а он сделал. Почему? Повеление было. Вы не рассуждаете. А одно запрещается, худое, идолы, то, что уводят от Бога, а то, что приводят, разрешается. Кроме того, Соломон сделал многое, то, что не павильона было. Море стоит на 12 валах, это павильона. А львов-то он поставил, а львы нечистое животное. Зачем? Но Бог наполнил славой своей весь храм. Он принял, и Христос говорит, дом мой, тот дом мой. И кто придет, воззапиет, и ты услышишь на 7 месяцев, Соломон молился. Разумения Писания никакого нет. А у православных оно от истока идет. Святые отцы истолковали. И он мне мощи начинает. Я говорю, относительно мощей, прямо говорится, похороните. В прах ты и в прах, никаких мощей не должно быть. Их надо собрать все, и счастью похоронить с песнопениями. Людей не обманывать. Это самое начинающее шаманство. Меня за это клеймят, давят. Вы докажите, что это не так. А я житие святых, это 12 томов, я их насчитал. И составил симфонию. Все святые просили не прикасаться, что-то отнять, даже волосинку одну. А когда попытался патриарх взять, рука отсохла. Почему у вас руки не отсыхают? Значит, это не святые, один вопрос. А другое, от вас Бог просто отворотился, не видят. Им беседовать-то никак нельзя. Потому что я, жития святых, я должен был на них 10 раз пройти эти 12 томов на 10 раз. Составлять симфонии на них, каталоги сопроводительные и прочее. Нигде нет повеления, нигде. Это нельзя делать. От прикосновения к мертвому написано, оскверняет человека. И никто это не отменял. Мощи все изъять надо. Песнопениями, достойно, в прекрасном месте найти и захоронить. Мне этого простить не могут. Я по Евангелию объясняю, по слову Божию. С этими сектантами я объясняю. А вы рождены свыше? Нет, подождите, вы о мощах спросили. Он до конца ничего не может выслушать. Второго руководителя пришли. А эти стоят, прямо выскакивают, я говорю, это петь хорошо вместе, а разговаривать надо по одному. Так, по порядку. Мощи должны быть захоронены. Но они мощами остаются. А мощи это трупы. Так, а разве мощи... Это трупы, трупы. Убитый человек мертвый, это труп. И Христос лежал, это труп. Считаем 12 глава Откровения, говорит, и трупы их, или и Еноха бросит на улицах Иерусалима. Трупы прямо написано. Чего вы умираете от этого? А назвали мощи, вроде бы это труп. И не надо их пилить, отрезать там, под стекло, целовать. Этого ничего не надо делать. Это вопреки слову. Но они есть. И я против не пойду. Не пойду. Вот. Но это неправильно. Надо разрешить грань, где можно или нельзя. А вы рождены свыше? Да, я получил рождение. У меня обращение было среди пятидесятников. Я обратился в сознательном возрасте, 23 года. А как обратился? Дали ей Библию. Мне не надо было ничего рассказывать. У меня страшный поиск был. Я избранник Божий с детства. Я уже три года знал, что я избран Богом. У меня все не такое, как вот у нас в семье 10 детей было. И у одного у меня только это было. Меня Бог уводил на молитву. Я должен был где-то. Я все время размышлял о виденном. Прислушался, как растут растения. Мне Бог это все открывал. Но Евангелия не было. Я поэтому в атеистической литературе находил буквы, которые указывают какие-то стихи. Я не знал, что это такое. И Бог привел. И вот сейчас молитвы 9, это все скрыто в этом. Что это за храм был? На что он был похож? На сектантское капище? Или на православный храм? Притом храм был один. И сектанты называют... Ну, это был дом молитвы, да? Дом молитвы. Но их вы нету. У вас молитвенный дом. Павел Шолгордт, молитвенный дом был на берегу реки. Молитвенных домов было тысяча. А дом молитвы один. Они даже различия не делают. Откройте Библию. Домом молитвы наречется храм. Храм. А у нас, у православных, где есть престол, где совершается бескровная жертва. А его убрали оттуда. Все, это обыкновенный молитвенный дом. Это не кресты, это не купола. Это наличие литургии. Видите, мы рассуждать должны строго по Писанию. Строго. И поэтому у нас, ну необычность нашей общины тем, что у нас люди имеют возможность и ходят к баптистам, адвентистам, пятидесятникам, могут к мусульманам пойти. Но условие одно, двое. Почему? А Господь посылал по двое. По одному не посылал никогда. По двое. И 12 апостолов, по двое, 70 предания говорят, по двое пошли. И предупредить церковь. Мы хотим сегодня сходить к баптистам, к адвентистам, чтобы все за вас молились. Чтобы вы там были действительно людьми, знающими Христа. Если придется свидетельствовать, не уклоните ни налево, ни направо. Чтобы вас сатана не прерстил. У православных это не принято так. Это никуда, да никак. У нас совершенно по-другому. Вот Ярла Пести, баптистский проповедник очень известный. У нас после службы включаем магитофон и сидим, слушаем. У нас все, которые песнопения поют, а у нас баптисты, пришедшие к православию, это хористы-то. И они тут накупили этих сборников духовных песен, песен Возрождения. И у нас это все на роликах снято. И поют, и поют. Баптистские песни, они хорошие духовные песни. Зачем отрицать? У нас другой подход. Но церковь только там, где есть законно-рухоположенное священство от апостольских времен. В это входит только католицизм, православие, григория-нармяны, копты-сирийцы. Все, вот пять. Вот пять. За пределами церкви нет, какие бы не были хорошие. Другого понятия у церкви никогда не было с первого века. И то, что они наговорят, мы тоже там церковь. Церковь там, где апостольское преемство. А где самозванство, это Дафана Вероной Кореи. 16 глава числа. Числа. Дафана Вероной Кореи. Они были хорошие, с колена левее, но на живем сошли в ад. И такого страшного наказания больше нигде не было. Вот и все вы слышали, я вам рассказывал об этом. Поэтому наши встречи должны вносить в себя особую силу Духа Святого. Чтобы мы ощутили прикосновение благодати. Что Господь не оставил церковь, и Он ее научает. Православным это легко. Это 1 Коринфянам 12, 28. Во-первых, поставил апостолами, запятая. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. И когда я разговариваю с кем-то неправославным, я говорю, апостолы перечисляют пророков одного Агава. А учителей никого нет. Они были. А кто учителя? Ну, поставил. Когда поставил? Сейчас из 19 веков? Или с лютера? А мы называем в 1 веке. Ириней Леонский, Киприан Карпагенский, Иоанн Златоуст, Игнатий Богоносец. Тот, кого Господь брал на руки, говорит, таковых есть Царство Небесное. Это епископ Антиохии, растерзанный львами. У православных стоит на месте. Я насчитывал жития, я брал по векам. Выбирал в 1 век, а он по 365 дней, там в перемешку века идут. Второе, у меня получилась развернутая картина церкви. Мы можем назвать и ни одного, ни два, а 1137. Я назову вам, которые житие больше полстраницы занимает. Но если одно житие, это не одно. Бывает, там их сразу казнили 4 тысячи. А в одном житии 4 тысячи закрещено. У сектантов ничего этого нет. Они без основания, они не церковь. Но они хорошие. Да, они хорошие. А как же так? Церковь, а тут ведут себя, пьянствуют и прочее. Правильно. Потому что не учат. А Господь говорит, вы очищены через слово. Учить надо. Вот у нас пришел он из Менонита в моем доме. Отец Геннадий Фаст. Это магистр богословия в Абакане, Красноярский край. Вот. Он все знал. У баптиста проповедник, руководитель. Был немец. И он принял православие. Принял крещение. Закончил семена. Он был преподаватель Томского университета. Это грамотный очень человек. И вот с ним можно переговорить, встретиться. У меня на форуме его есть. Я тогда записывал, кто как обратился. У меня десятки, десятки там людей этих были. И он рассказывает. И сравнивает с тем, что там было, и здесь не приходится. Я должен был каждый стих обдумывать. И когда у меня были, на дому пришли, привели сектантскую молодежь. Он среди них был. Он из Томска приехал в Барнаул. Я говорю, ну давайте, мы сели вечером беседовать. После собрания они пришли. У вас есть какие-то вопросы? Ну нам хотелось бы знать, вот 10 дев. Вот 25 глава считает Матфея. А кто такие девы? Я вопрос сразу. А что такое сон? А что такое полночь? Что такое крик жениха? Мы даже эти слова-то, это притчи. Мы обязаны их знать-то. И все. Он начал говорить, вроде знает. Тебя сразу это ложь, одним словом ложь. Я говорю, такое пишу. Как так? Все братья так проповедуют. Все так проповедуют. Я тебе сейчас буду задавать вопрос, и ты поймете, что сразу разрушится все. Вы говорите, братья, не будем спать, как дебы уснули. А они получили упрек за то, что уснули? Уснули-то те и другие. И причина-то в них, написано, как жених замедлил, запятая, задремали, все и уснули. Причина-то в женихе, не в них. А как же у нас так проповедуют, что это люди ослабели в вере, осуетили, житейская забота поглотила, и поэтому заснули? Считаем снова. И как жених замедлил, задремали все и уснули. Где тут написано, что ослабели? Вы не выдумываете. А что это означает? Это означает, что второе пришествие не случилось во времена апостолов. И задремали, уснули. А как? Друг наш Лазарь уснул. А они думали, говорит, об оконавленном сне. Стань спящий, воскресни из мертвых, освети тебя Христос. Стань спящий. Вот что? Умер. А здесь духовно. Это духовно. А здесь буквальная смерть. Все умираем. Во Христе, говорит, оживут. Ну, а масло что? А масло это добрые дела. Так а дух святой? А дух святой не покупается. Иди там базар купить. А кто думает купить, как Симон говорит. Ты подумал купить. И что ему поражение было? Какое? Ну, Симон Волк. Да знаете, где он говорит, хотел благодать-то купить-то? Да-да-да, конечно. Ну вот. Ну так, что такое масло-то? Ну, светильники. От масла светильники. И светильники это сосуды. Это наши сердца. Они не знают. А он проповедник. И сидят проповедники. Это добрые дела, соделанные с любовью в Духе Святом. В Духе Святом. Без любви кимал звучащий. Дабы люди видели ваши добрые дела, тогда светит свет ваш перед людьми. Чтобы они прославили Отца Небесного. Светит свет, чтобы видели добрые дела. Тут толкование дается прямо рядом. Вы еще не видите раз этого. Дела. Дела будут светить. Они говорят громче наших слов. Так выходят дела. Дела в Духе Святом. Когда Дух Святой побуждает. А так можно делать, и никуда не пойдет. Да на, ты подавись, ты дал ему. Нет, ты с любовью дай. Враг голоден, накорми его. Понятно? Понятно. А теперь пошли на базар. Какой базар пошли, когда жених пришел? Никуда они не пошли. Но написано. Это означает мыслями. Мыслями. Они туда метнулись, а уже мир этот закончился, и покупать не у кого. Вот теперь притча встала на место. Так это одна. Я второй вопрос задаю. Господь говорит о двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. А в каких вещах двоих говорит? Ответа тоже нет. А у нас ответ есть. Вот у меня выпущена книга, я выпустил. Трехтомник Нового Завета. Толкование с откровением впервые за 2000 лет вышло. Уникальнейший труд. Я подарил его Путину, Медведеву, Патриарху. Ну, то есть все тут епископы, священники получили. Вот. Трехтомник. Полное толкование святых отцов. Но я издал необычно. Выделил места. Крупно, жирно сделал текст, где говорится о необходимости изучения Слова Божия и крайней необходимости, чтобы все проповедовали. Вот это выделено. И кроме того, 297 комментариев дал о неблагополучном положении в православной церкви. Меня меньше всего интересуют другие. Меня интересует там, где я нахожусь. Я не московская патриархия. Мы все еще принадлежим к русско-православной зарубежной церкви. Учения наши ничем не отличаются. Но пойти в патриархию нам нельзя. Они сразу сожрут нас. А мы здесь трудимся, работаем, благовествуем. А они этого ничего не делают. Они только гоняются за нами. И вот вера, которую нам дал Господь, она дана была там. И Господь придет, найдет и веру на земле, говорится. Он не будет искать вот эти динаминации. Такого слова нет. Это демонизация. Никаких динаминаций нет. Это сатана все придумал. Есть церковь, невеста Христова. Все. Входит в церковь или не входит. А церковь основана им была в Сионской горнице и в доме Корнилия. Вторая часть ее. На язычников. Мы в прошлый раз говорили об этом. Тут надо четко стоять на этой позиции. А там у них больше они не пьют. Это мы все берем. Это наше. Нам никто... Я в рот не беру ни мясного, ни вина. Нам не надо. Мы просто этим не занимаемся. У нас нет курящих. Православные посты мы все соблюдаем. Мы благовествуем. Город. Мы в Барнауле. В воскресенье идем по квартирам, несем, раздаем Евангелие. Мы только раздали 30 тысяч Евангелий. Так вы как иеговисты. Да, мы и есть иеговисты. Мы верим в Бога Иегову. Назовут баптисты, но баптисты у нас только наш батюшка. Баптист означает креститель. А баптисты говорят крещеный по вере. Нет такого перевода. Джон Баптист. В английском языке. И он креститель. Откуда вы взяли, что по вере-то? Этого нету. А надо по вере крестить. А надо по вере. По вере. Но тут и этого нет слова. Не надо добавлять. А вы нас не считаете братьями. Но если вы не в церкви, вы братья только по Адаму. По Адаму. Но мы же верующие. Не забывайте, Христос придет за церковью. Христос написано, и невеста приготовила с тобой. Невеста – это его церковь. А остальные девы ведутся за ней. Но они в чертог уже не войдут. Он только с невестой остается. Это все написано и ясно. По упрямству своему нераскаянному сердцу ты собираешь на день гнева. Написано. Зачем? Апостол Павел строго об этом предупредил. И Лиму Волху. А долго ли ты будешь противиться? Сын дьявола – враг всякой правды. И Лима Волху когда сопротивлялся. Это гневные слова. Он их не шепотом говорил. Почему? Он задумал нет. У каждого человека где-то есть что-то, над чем ему надо задуматься. Просто задуматься. Такое свойство есть у человека – думать. И посмотреть, почему это. Вот я нахожусь в православии. Я вижу все недостатки. Все это высказал, записал и патриарху послал. Всем священникам. Неправильно крестят. Вот об этом Осипов выступает. Они сказали – прекратить крещение детей не потому, что нельзя, а потому, что не учат. И оставить крестить только у тех, которые настоящие верующие. А я это много лет об этом говорил. А остальное – профанация. Я говорю – крещу, а что они? Ну, девочка, значит, кем она будет? А мальчик, кем он будет? Они ничего не знают. Нам необходимо иметь страх Божий. Начало мудрости – страх Божий. А если я не спасусь? А если я говорил – учил неправильно? И поставил он в церковь учителей. И учителя эти церковные нас учат. И они оставили нам труды. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Поликарп Смирский. И это все мученики, умерли за Христа. Да кто они такие? Он на биографии Поликарпа Смирского говорит – расскажите. Не знаю, а что труды его не считал. Не считал. Игнатия Богоносца, первый век. Епископ Антиохии. Шесть посланий его и считали – нет. Я с Баптистом это разговариваю. Скажите, а вы верите, что четыре Евангелия? Но их было больше двадцати. Почему решили четыре? А кто их отобрал? Церковь. Церковь вселенская. Вы пользуетесь ее трудами и поносите ее. А кто переводил на русский язык? Все православные до одного. Все. Вот я могу сказать, что Иван Григорий Матфеев, Псалтырь – это Герасим Петрович Павский. Эти люди знали еврейский оригинал так, как знает русский язык не каждый. Он писал учебники для еврейских школ. Хвольсон Давид Авраамович – крещеный еврей. Доктор феологического университета Лепцига, принявший православие. Он переводит большую часть Ветхого Завета. Это люди все православные. И сектанты, и баптисты, они имеют труд в руках. Они любят Библию. Ну, знайте хотя бы. Знайте. Телефоном пользуешься, пользуешься. Ну, а кто изобрел-то его? Ну, Мартин Купер. Хотя бы помолись за него. Я за него каждый день молюсь. Он хорошее изобретение дал. А в интернет – Тим Бернерс Ли. Хорошее дело, хорошее. Мы за него молимся. Господи, как он страдал, как мучился, как не получалось. Обрати его всем сердцем. Он такой хороший. Пользуемся библейскими вот этими поисковиками. Это Тимофей Ха вьетнамец составил. Я с ним переписывался. И мы за Тимофея молимся каждый день. Каждый день их имена произносим. Вот сейчас там Юлия Тимошенко власти рвется. Виктор Янукович. Мы за всех молимся. Арсений Томиатюхот. Мы всех должны знать. Молитесь за старее начальствующих. Нам не надо выбирать Майдана. Нам нужно все сложить с любовью в сердце. И молитва достигнет его. И будет мирно в Украине. Он будет. Тогда, когда мы примиримся с Богом. Да, это точно. Подскажите мне, пожалуйста, вот такой вопрос. Я тоже много общаюсь с людьми. Много у меня такого очень сильного общения. И меня как бы и в православную церковь. Вот недавно приглашали в храм в Москве. Там учеников тоже. Я делился с ними. Ну, важно. Подскажите мне, вот смотрите. Если вот я, например, в Баптистской церкви. Но я не состою, я ни в какой церкви сейчас. Просто, например, я общаюсь с людьми в Баптистской церкви. И люди меня зачастую спрашивают. Или в харизматической. Александр, вот где вот можно так же принять Бога, как ты? Где мы можем самоотверженно служить Богу? Где мы можем постоянно возрастать, постоянно учиться, постоянно укрепляться? Не наедине друг с другом, а наедине с истиной. Вот на сегодняшний день, например, я просто смотрю. Вот в том или ином городе приезжаю. Вот смотри, церковь, храм. И я не могу людей направить в тот православный храм, который находится у них в городе. Потому что все они говорят, что там просто пустота. Там нету ничего. И на сегодняшний день, призывая людей к православию, призываешь их остаться как будто бы наедине с самим собой. То есть, вот как в этой ситуации быть? Вот куда их направить? Потому что они, идя в храм какой-либо православный, они остаются сами с собой. И их сразу же заставляют платить, их сразу же заставляют. И вместо того, чтобы их обнять и сказать, как их любят, на самом деле, как Господь их любит, их сразу же куча всяких ограничений, налогов, еще проблем. То есть, у них начинаются проблемы. И они уже не думают о Боге, они не думают о том, как бы им правильно свое сердце воспитать. Они думают о том, где бы заработать, там, на свечке или еще на что-то. И то есть, людей это отталкивает. И они опять же возвращаются назад, там, баптистам, харизматам, бадвентистам, еговам и еще. Вот, прости, Господи, к свидетелям, хотим. Вы на нашем форуме бываете? Ну, если честно, один раз давным-давно было. А вы зайдите? Примерно третья строчка на первой странице. Как протестанты приходят в православие? Как находят его? Одновременно две тысячи человек пришло. Абрели родину, называется «Возвращение домой», Питера и Гилквиста. И сейчас, которые пришли, там, пресвятера, стали православными. Я вам рассказываю. Пустота в душах бывает. Если вы коснетесь, и вы увидите, какое поприще открывается. А я там нахожусь, в баптистской церкви. Баптистской церкви не было, и Господь не основывал. Это название одно. Церковь одна. Она не баптистская. Такого не было. И они начинаются 1609 года. Вот и все. Церковь Христос основал. И говорит, во все дни я с вами до скончания века. И врата ада не одолеют ее. Эти слова они просто за себя кидают. Так не получится. Я еще раз обращаюсь. В 16 главе числа. Все ветхозаветнее, это были образы для нас, Павел говорит. Это, что там мы считаем, это только была тень будущих благ. Образы. Вот вы не записывайте, и мы поговорим, вы все забудете. У вас должна быть ручка. Вот как сейчас говорит Давыдов. Как он? Евгений. А? Евгений Давыдкин. Вот. Он Давыденко. Давыдкин. Давыдкин. Он все записывает. С первой нашей встречи стал записывать. Вот первое. Простите, я не подготовился. Первое коринфянам. У вас нет что записать? Посмотреть потом, чтобы. Запишите. Первое коринфянам. Это время не займет. Я когда буду называть места писания, а вы отдельно потом в спокойствии, в тишине, не торопясь, посчитайте. Первое коринфянам. Десятая глава. Десятая глава. Двоитощие. Шестой, запятая, одиннадцатый стих. Шестой, одиннадцатый стих. Они говорят, это написано нам, достигших последних веков. Чтобы мы не были походливы на злое. Цель одна, чтобы мы не повторили тех ошибок. И это были образы для нас. Для нас написано, Павел говорит, перечисляет ветхозаветные истории. Много. А потом, говорит, это были образы для нас. Образы. Я спрашиваю, число шестнадцатая глава. Это единственный раз в мире было, что живьем, с женами, с шатрами пошли в преисподнюю. За какое такое наказание? За образование секты. Число шестнадцатая глава. Это единственный раз за всю мировую историю. Живьем в ад. А для чего? Для того, чтобы мы этого не повторили. И там нашлось двести пятьдесят мужей. Двести пятьдесят. И они из колена левиена, но они восстали против церкви. И сказали, а чем мы хуже? Мы свято живем, не одни вы святые. И Бог показал, что значит отделение, вот эти демонизации все. И написано, не спал с неба огонь. И попалил их. И кадильницы, которые в руках убыли, они их кадили Богу. И Бог сразу их сжег. Они не церковь, они отделились от Моисея и от Аарона. Из колена левиена. Это вот отдельно поразмышляйте. А теперь кадильницы их похоронили. Это угольки остались от них. Но кадильницы остались, и имя был жертвой их окован. А для чего? Чтобы не было повадно другим. Больше не для чего. Для памяти. И сегодня, когда отделяются от церкви, это их духовные последователи. Это наследует ту же самую участь. Да, они собираются, они считают. И те люди собирались, и считали, и лучше Моисея себя вели. Но Бог живем отправил в ад. Нам не надо прещаться ничем. Это не по Писанию. Отделяйся Бог запрещает. Я в прошлый раз говорил, вот везут ковщек. И ковщек этот на валах, на арбе, на телеге. И он наклонился к ковщек-то, и Оза решил поддержать. Что плохого там было? Но волы наклонили. Гористая местность. Что он сделал неправильно? Не написано, но Бог сразу убил его. И сектанты никогда, они баптисты, это все сектанты, никогда не будут проповедовать. Это как раз сектантов Бог убивает. Почему? Своими человеческими силами, а мы отдельно будем изучать, будем мы хорошие. Бог убивает это все. Это примеры, это образы для нас, чтобы не были походливы на злое. Я говорю, скажите, вот в Ветхом Завете крижали были? Как же были? Были, на них нащертанный закон был, десятисловия. А они о чем говорили? Они что прообразовали? Мне ни один сектант не может сказать. Почему? Тупоумие. Узок взгляда. Субботник хватился субботу и трясет суббота. Хотя суббота прошла, сейчас воскресенье. Он не знает даже этого. Я вам в течение пяти минут докажу, что он ошибается. Иеговец ухватился за слово Егова. А у меня в книгах 3600 раз вспоминается слово Егова. Мы знаем это имя? И вот здесь, когда начинаешь говорить, они начинают чуть-чуть задумываться. Скажите, вот то, что лежало там, на них написано, на скрижалях каменных было. Ну да, а что написано? Слово Божие. Слово Божие оно было. Слово там, не убей и все. Так вот, Слово Божие, это Сын Божий. Скрижали, прообразовали Христа. Написано вначале было Слово, и Слово было у Бога, Христос. И Он был Бог. Слово было Бог. Согласны? Все согласны. Тут никто не спорит. А скрижали, где лежали? В ковчеге. А Христос где был? Вообще в виде его Марии. Это ковчег Божий. Так неужели это? Да. И кто к нему заглядывал в него, пытался разобрать, а как это может быть? 50 тысяч и 70 человек Бог убил. Первая книга старш, считайте. Пятая глава, другие показывают. Когда Бессомисов возвращался ковчег, а люди там на полях были, увидели, подошли, заглянули. Заглянули и отошли. Что особенного-то? Это мы рассуждаем. Да они были люди хорошие. Они в сельском труде разбирались. Они кормят царя. Это твои слова. Там еще этого не написано. Написано, они посмотрели. И написано, не порадовались. И Бог убил 50 тысяч. Написано, Бог убил. И 70 прибавил. Это все имеет значение. Почему это ковчег? Не исследуй Божьей Матери. Не заглядывай, куда не положено. Она девой и осталась. Все девы в очереди примет и родит сына. А если она родила, она не дева, тогда никакого здесь и не было чуда. Это знамение. Она девой и осталась. А сектанты буровят, что у нее дети были. Не было детей. Никогда церковь так не учила. Ни католики, ни православные, григориар-армяны. Вся церковь первых веков никогда так не понимала. Это богохульство. Это ковчег Божий. Не заглядывай туда. Я подряд буду задавать вопросы, на которые они вообще не отвечают. Они не знают Писание. Притом не знают, совершенно не знают. Я говорю, вы крестите как человека. А посмотрите как. Вот, я вам показываю. Вот сектант присмитированных стоит. И он вот так его держит, этого человека. И вот так вот берет, эта голова его так на спину опрокидывает. Вы видели это? Никогда церковь так не крестила. Написано, к римлянам, 6 глава, 4 стих. В смерть его крестились. В смерть. А это положение во гроб. А в смерть как? А так, если военные его стреляли, упал, упал на лицо. Упал назад. Но Христос не упал. Он висят прибитый. Он вот как поднимался, а сфиг седушил. Он снова поднимался и опять опускался. Это все понимают. Это и так понятно. Прибеет, и видно. Дыхание схватывает, потому что затягивает его. Вот так и крестится. Кверху и книзу. Вот так вот. Вот так опрокидывать. В истории церкви не было. Это все самозванство. Еще это непонятно. Это положение во гроб. А Писание говорит, крестились в смерть. Это надо быть слепым, чтобы не видеть. И кого они учить пытаются? Учителей Бог поставил. Если Он поставил, значит они должны быть. Когда Павел говорит, поставил, это означает во времена Павла, они были. Они ни одного не могут назвать. Не поставит через 1500 лет, а поставил стоит. В прошедшем времени они были уже. Они не могут ответить. А православные по порядку отвечают на каждый век. Второй век я называю по порядку. По порядку называем. А дальше тут Иоанн Кроштадский, Серафим Саровский. По векам у них нет. Все. Я с вами во все дни до скончания века. Во все дни. А не так, что первый век были. Церковь пала. Теперь надо новое строить. Церковь это новое. Если баптистка, это новое. Другой алтарь, другие молитвы. Это не церковь. Врата она не одолеет. Господь создал одну церковь. Одна. Одна. Колоссянам говорится 1.18. Он глава, а церковь тело. У Христа не два тела, одно. А это к церкви никакого отношения не имеет. Совершенно. Я баптистам говорю. Вот вы церковь называетесь. Конечно. А вот от вас сейчас два человека отошли. Два. Просто сказали, да пошли вы, мы сами будем. И дома теперь будут хлеб ломать. Вы признаете их церковью? Да, конечно, нет. Ну, а вы-то как сделали? Первый Джон Смит отошел, один отошел, даже не двое. Вы должны такое же право самоопределения, если Крыму дали, дайте теперь и татарам, как сегодня бьются. Татары говорят, мы тоже заявляем, желаем к Турции присоединиться. В ответ на крымский референдум. Это сегодня такое же. Если нет, значит нет. Сектанты, люди хорошие. Но с хороших, вот есть такой фильм, побег из ада. Там много, говорит, хороших в аду. Ари, Ари Ильи Тих был. Он был очень хороший. О нем плохого не написано. Какой он был представительный, какой проповедник. У адвентистов очень хорошие люди. У харизматов хорошие люди. Везде хорошие. У литеран хорошие люди. У мусульман прекрасные люди. У буддистов. Но спасается только в церкви. А церковь там, где есть епископат. Вы разберите для вас задание. Сегодня апостол Лука дает, не Игнатий. Восьмая глава Деяния Апостолов. Запишите. Одна глава. И на этом можно заканчивать разговор. Почему Дух Святой не сошел от Филиппа? И почему сразу, никого не спрашивая, пошли туда Петр и Иоанн? И только через возрождение рук у них Дух Святой сошел. Филипп, во-первых, был это не апостол, дьякон. А это были апостолы. И только через руки их это рукоположение передается. Они рукоположили епископов. Эти других, эти другие. Где написано? Титу 1.5. Стихтанты Писания вообще не знают. У них определенные затертые места. Деяния Апостолов 14.23. Запишите, посмотрите. Без всякого прикословия. Меньше благословляется большим. Евреям 7.7. Меньше. Вот в священнике, в епископы должен быть больший. А кого у них, когда ни один епископ не переходил? Я давно занимаюсь сектантом. 51 год. Это моя родина. Я там получил Библию. Я не скажу ни одного плохого слова. Если взять вот 100 православных и 100 баптистов, 50-тиков, не приходится сравнивать даже, какие они нравственно хорошие. Какие семьи у них. Но это не церковь. Баптисты ко мне относятся очень хорошо. И говорят, Игнатий баптистов на клачки разносит. И не признают за церковь. А они к ним в Америке везде хорошо относятся. Почему? По правде. Я не ищу своего. А как вы думаете, если вот вы, например, ну я к примеру, вы, допустим, перейдете в церковь баптистов, например, и начнете на них руки возлагать, церковь встанет истиной или нет? Вот если бы у вас был уже человек рукоположен. Многократно говорил. Если бы у них был рукоположенный епископат, я бы, может, и дня не был православия. Но меня Бог здесь нашел, и я здесь тружусь и вижу результаты. Вот вас даже принять говорить, это новые души, как Сергей, которые приходят. И Бог открывает истину. У меня только за последние два месяца сколько книг просят люди выслать. Так я отдаю-то 90% даром, что есть. Я больше пример не могу показать. Зачем мне показывать? Это просто моя жизнь. Я не хочу вот отсмотреть. Я просто говорю, призываю подражать. Да, и они не могут быть. В церкви нет баптистской. Вы ее так и называете. И нет баптистской церкви. Она одна Христова церковь от апостольских времен. Баптисты первая община в Рожерсе в Англии в 1639 году. Все. Лютер, основание лютеранства, никак 1517 год не может туда перейти. 16 век. У адвентистов никак раньше Миллера не может перейти Елену Уайт. Никак. Они основатели. А у православных идет от первых веков. Первые идут. Они рукоположение так и идет и составлено где-то. Так они отличаются от тех. Отличаются. У церкви многое было принято. То, чего и не надо может быть. Но оно есть. Антиминсы. Вот это поручи, одежда. Но они не мешают на спасение. Это не влияет. Это подражание Ветхозаветному и прочее. Вот у нас посты. Больше половины дней в году посты. Из них апостольский только один. Это 69 правило апостольское. Это 40 дней перед Пасхой. Вот это 7 недель. И среда и пятница. А остальные там Петров, Успенский. Это не евангельские. Но они есть. Я православный. Мы строжайше выполняем. Даже растительного масла нет. Но они не евангельские. Поэтому их не отмени. Они отменишь. Собор должен отменить. Посты многие его не соблюдают. Но у меня лагерь. Я начальник детского лагеря. Мы в деревне. У нас молоко, мясо, яйца, сметана. Я не могу детям дать пост. И некоторые месяцы пробудут. Уезжают. Даже молока не попробовали. Поэтому мне приходится рыбу. Разные там перерожки делать. Ну, делают. Сестры, конечно. И дети не теряют ни веса, ничего. Но мы православные, без лукавства. Как говорится, без дураков. Я отвечаю, что не евангельские. А сам строжайше выполняю. Я вот был в тюрьме. Был в больницах на операции. Был в армии. В лагере. Я нигде не нарушил. У меня страх Божий. Я православный. И через это приходили новые люди. И я в весе. Ну, я не толстый. Но у меня лишнего ничего нет. Как раз. Все перерабатывается. И вот. Я мясо в рот вообще не беру. Лет, может, сорок. Мне это даже... А почему? Расскажите, пожалуйста. Это свое собственное? Свой личный пункт? Нет. Просто я не нуждаюсь. У меня хорошее здоровье. Во-вторых, Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина, чтобы не соблазнить. Я был у адвентистов. Я у них выступал. И они не едят свинину. Я среди мусульман работаю. А они многое не едят, то, что есть. Поэтому я исключил. Павел говорит, не буду есть мясо вовек. Для того, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Вот так. Я для всех сделал совсем. И поэтому в рот я не беру ни пива, ни алкоголя, ни грамма, ни градуса. Ничего у меня нет. И у моих друзей, наших братьев, у всех одинаково. Мы в православии. И мы здесь нашли себя. Мы тут трудимся. Это церковь. И мы видим, как возрождается новая община. Какие священники, какие проповедники. Как у них собраны кружки. Как они занимаются каждый день с людьми по слову Божию. Ты скажешь, а я не знаю. Пожалуйста, Северс, город Томской области. Сейчас только познакомились с ним недавно. Сергей Дудин. Какие занятия ведет? Он выставляет в интернет все это. Я уж не говорю про отца Геннадия Паста, магистр богословия. Им эфир весь наполнен. Александр Мени, вы считали, сын человеческий. Александр Мени, это же православный священник. Он не баптист. Александр Мени, да? Да. Вот у меня записаны на сайте мои беседы в аудио. И они перепечатаны в 20-м томе. Мои беседы с Александром Мени. Я много вопросов ему задавал. Вот так. Поэтому я в церкви. А вы скажете, я бы пошел, но православие не нравится. Католики. Католики. Католиков больше. Ты. Да католики, инквизицы. Пожалуйста, Григория на армяне. Пойди к ним. И там трудись. Пойди к коптам, к сирийцам. Все. За этим пределом нет церкви. Вы можете называть. Там церкви нет. Там нет рукоположения. Так мы их допекли до того, что баптисты собрали комиссию там свою. Поехали в Европу. Искать, доказать, что есть рукоположение. Вернулись и говорят, нигде ничего нет. Я говорю, ну чего. Так, а Мартин Лютер, он был епископ. Он священником не был. Он просто монах был. Чего врать-то? Говорят, ты бреши, да отплевывайся хоть маленько. Ты спроси Лютера, он был священником? Он говорит, да нет. Он нарушил обещание перед Богом. Женился на монахине. Ему верно нельзя. Вот меня спрашивают, как монахи? Не надо монашество, это ложно. И Христос не заповедовал сидеть за монастырем. По-грешенски стена называется мандра. А архимандрит, это старший над стеной. Он говорит, идите по всему миру и благовествуйте, проповедуйте Евангелие всякой твари. Монастыри нужны. Но они нужны для чего? Готовить проповедников. И которые старые, одинокие, докармливать, допаивать. Ни для чего другого они не нужны. А они самые лучшие силы высасывали из народа, и они уходили в песок, не давая потомства. Я возлагаю на монашество громадную вину. Они принесли зло больше, чем фашисты, коммунисты, масоны вместе взятые. Они высасывали силы из народа и погубили их там. Я не говорю для вечности. Они не были тружениками. Я в православии. Я не соглашаюсь. Меня они буквально захлестывают. Но потом приходят, говорят, я поубедился. И Андрей Кураев об этом говорит. Мухаммад Магомед умер в 632 году только. Если не знаете, запишите. В 632. И они не послали за 1300 лет к ним ни одного проповедника. И встретились только на полях сражений. Как? Нормально? Они одного Кирилла Мефодия не нашли. А Кирилл Мефодия, баптисты, азбуку пользуются. А кто принес-то нам? Православные монахи. Вы все православные-то имейте, сектанты. Ну, будьте благодарны. Вот у нас песнопения баптистские мы поем. И мы всегда благодарим Бога, что такие хорошие поэты были, составили музыку. А так как эти хористы баптистские, то они нам всех научили петь. Мы все поем. Гори огонь, всегда гори. Он дал новое имя, нас зовут христиане. Это у нас все поется. Наша община необычная. У нас все до одного. Взрослые крещения принимали во взрослом состоянии, во взрослом. Все пришли сознательно, через покаяние, в университете занимаются. У нас этого нет, что за бабушкой ходил и пришел там это где-то. Этого нет. Все до одного пришли сознательно. И все написали, как обратились. 15 и 16 том. 84 человека. Ни один священник этого не может сделать, чтобы паства его написала. А что они напишут, когда не было? А у нас пишут, кто-то у кришнаитов был, кто-то искал, кто-то там еще что-то. И как они пришли на занятия и стали православными христианами. Быть православным – это почетно, это трудно, это ответственно. Православие – это самое целомудренное, что есть на земле. Целомудренное отношение ко времени, к жизни, к писанию, где бы как не навредить. А здесь сколько голов, столько умов. Стиктанкты каждый толкует по-своему. В одной общине может быть 50 толкований. Это позволяется. Это плохо. Толкование дается не каждому. Поставил учителями. Я не буду толковать. Я взял готовое Теана Златоуста. Ублаженного фифилакта, который компилировал все и всех взятое вместе. Вот что я и знал в трехтомник. По 752 странице – 3 тома. Полное толкование с откровением. Оно у вас есть на сайте, да? Да, оно есть на сайте. На сайте. Можно приобрести, если средства есть. Это 2000 рублей. А в них 230 иллюстраций нами раскрашены Гюставо Доре. Это книги изданы. Любую библиотеку украсят. Показали в библиотеке Путина стоит. Это Господь позволил? Обязательно. Вас можно заказать через сайт, правильно? Ну, и через скайп тут – это лучшее в моем мире. И там я дам данные этой счета. Вот мы только на этой неделе получили известие. Получили в Ростове-на-Дону, видимо, в Белоруссии. Вчера, сегодня должны были отправить, Ямало-Ненецкий округ запросили. У меня, я составил с братьями нашей на неканоническую симфонию, 11 книг. Они уже были когда-то составлены. Они неумело, неграмотно, непрофессионально. Наша симфония, я твердо доказываю, самая лучшая в мире. Потому что они не специалисты, они этими живут. Я живу этим. У меня на изучение Библии уходило иногда до 10 часов в день. Я ее на разных языках считал, смотрел. И в церкви достаточно было три слова услышать на славянском. Я уже знал, какая книга, какая глава, какой стих. И стали клеветать. Вот это ему сатана дает знания от Библии. А вам сатана не дает знать Библию. Я стал говорить за 719 правил, я их знаю наизусть, 7 вселенских соборов. Почти, цитирую, это сатана ему дал. Я цитирую святых отцов, сатана ему дал. Ты с мое посиди за книгами. 51 год учусь. И ничего под себя не подгоняю. Писание не надо к себе подгонять. Я должен к нему подгоняться. Да, безусловно. Спасибо вам огромное. Слава. Я был бы с вами еще как-нибудь пообщаться, если вы не против. Как бы если я подготовлю вопросы, подготовлюсь к беседе, можно будет вам еще поговорить? Я встретился с вами только потому, что меня Сергей просил. Сергей Козлов. Я не хотел с вами встречаться. Я прослушивал об этом вашем обмирании, и я должен сказать сразу. Если бы мы с вами, ну, где-то раньше встретились, я бы умолял вас, никогда больше об этом не разговаривать. Это не от Бога было. Совершенно не от Бога. Никому больше не говорили. Это обольщение. Вы просто не знаете. А почему? Не, вы мне объясните тогда, я, может быть, на этом прекращу свой быть. Не, ну, я не настаиваю, я просто говорю. Я стал о вас молиться. Это не от Бога. И эти баптисты все прещеные. Они вас таскают. Вам не надо никуда. Замрите, сидите дома и освещайте Писание. А потом выйдете, может быть, будете благовестником. Надо очень много трудиться над собой, быть смиренным. Самое главное качество у христианина – смиренно-мудрие и рассудительность. Вот этого сатана не имеет. Он как-то Антония спросил, а ты поскольку не спишь? Он говорит, я сплю два часа в сутки. А он говорит, а я совсем не сплю, сатана. А как питаешься? Он говорит, я один раз в неделю только ем. Один раз с хлебом, два сухаря. Он говорит, а я совсем не питаюсь. Но почему ты к Богу ближе? Он говорит, о смирении. Он говорит, сатана терпеть не могу. Сатана терпеть не может. А мы должны согласиться. И меня гвоздят епископы, священники. А я молюсь за них. Что бы они ни делали, они меня никогда не победят. И наш епископ сказал, никогда. Я Игнатий, говорит, сугубо православный. Почему? Я молюсь за Горбачева. Молюсь за всех, которые правители ушли, которые живые. За Рамзана Кадырова, от которого благодарность получили. За Лукашенко. Это мы в молитве каждый день выполняем заповедь Божию. И Бог силен усмирить. Мы молимся за Обаму, других которых знаем. За губернатора, за своих, которые по району. У нас все в молитвах. Вот кто изобрел, что, где мы их всех помним. Это наша обязанность. И у меня эпиграфом сегодня. Запишите себе. Псалом 118. 118. Стих 164. 164. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Это три святые и сто поклонов. Вот таких это семь минут примерно занимает. И своими словами мы молимся. Это семь раз, не считая утренней и вечерней молитвы. Семь раз. Иногда бывает десять, иногда восемнадцать раз. Вы попробуйте хотя бы неделю, и вы увидите, у вас другой голос будет, другое отношение. И что вы рассказываете? Бог начнет такой свет проливать вам. Вы глаза будете закрывать. Бог, он не мера дает. И дает с избытком благодать свою. Семикратно в день. Что бы ты ни делал, отвлекайся и опять на молитву. Опять три святые, это, вы знаете, что три святые. Царю небесный утешитель и даощи наш. А потом сто поклонов. Сто поклонов. Это руки, колени, лоб должны достать в землю. И опять встать. И опять взывать к Богу. А когда поста нет или на субботу, воскресенье, то поясные поклоны. И Бог дает. Я только покажу, вот у меня запись. Вот позвонили стулы. Она Александра Белокровием заболела. Страдает там Наташа. Звонят с Германии, с Австралии, с Америки. Все просят помолиться. Ответ на молитву получает почти сразу. А от меня не зависит, это благодать Божия. Вот одна мне с Италии. Она вышла замуж, дети выросли, все неверующие. И она теперь на родину ехать. Но кто-то ей сказал, что мне Бог отвечает. Я это сам-то не знаю. Это молва такая, это любят люди прибавлять. Я просто молюсь. Я не прошу ничего, да будет воля твоя. Ехать не ехать. Она звонит через неделю, я говорю, ответа нет никакого. Она через месяц звонит, я говорю, ответа нет. Только сказал, встал на молитву и ответ пришел. Я сразу ей даю знак. Ответ пришел. А какой? Ехать не ехать. А вот этого я не знаю. Я знаю стих Писания, который у меня сверкнул перед глазами. А вот теперь ты его запиши и пойди к священнику. И вот что он тебе скажет, вот так сделай. Я на себя ничего не беру. Я прошу Бога волю его исполнить. Нам ехать сейчас за границу. Мы оформляем шенгенскую визу, английскую. Какие-то трудности. А я прошу Бога, Господи, если наша поездка не угодно, брось целый Альбрус и гордон на пути нам, чтобы мы не перешли туда. Ты знаешь, надо или не надо. Вот где мы были? Представьте, шесть мусульманских республик. Нам говорили, не ездите, плюс Азербайджан, мусульмане. Такая ненависть. Мы как на крыльях прошли. А почему за нас все молились? И сектанты, и мусульмане, и православные, и священники. Так тоже не церковь. Бог слышит всех на первой ступени. Первая ступень молитвы – это просительная. Вторая, если ты поймешь, благодарение, получил, не получил, ответ на молитву. И третья – это словословие. Аллилуйя, слава тебе, Боже. Там ничего нет. Только Аллилуйя – небесная песня. Свят, свят, свят Господь Савауф. Это я говорю вам просто так, в торопях, чтобы вам что-то можно было припомнить. Вот 164 стих возьмите себе. Неделю проживите. Семь раз. Установите себе ночь вставать на молитву, если сможете. Вот мы встаем всегда в 4.40. Всегда. Праздник, не праздник. Мы всегда встаем в 4.40. Вот возьмите для себя. А почему? Объяснить не могу. Я нашел, что так встают цветы. Мария Тереза, калькутская, лауреат Номерской премии. И у нее все вставали во столько. Почему, не знаю. Почему не в 5, почему не в 6, не в 4. В 4.40. А я интуитивно почувствовал это. И потом только нашел потом. Я не могу объяснить. Есть вещи, которые я не могу просто объяснить. Вот стою в одно время. Это так Бог делает. А попал в тюрьму, я стал вставать в 4 часа. Меня баптисты спрашивали, а о чем вы молились? Я говорю, я об одном молился, чтобы двух молитвы не ушел от меня. Там горит свет все время, лампочка в камере. Часов нету. И никогда ты не знаешь. Я молюсь. По мне часы сверяли охранники. Ровно в 4 часа. Я ладонь из-под головы выдергиваю, я уже на ногах на молитве. А как это может быть Бог? Бог. Я знаю живого Бога. Живое общение с Богом. Живой ответ. Что такое рождение свыше? Я пережил этот момент, когда старое. Я встал, у меня все осталось на заде. Я встал, я другой человек. Я на себя взглянул сразу. Это не я. И все, что было там, Господь позволил мне трансформировать, переформатировать в новозаветном духе. Это мой Бог. И 51 год прошел. И как думаю, да и подтвердят близкие без компромисса. Никогда не соглашался ни на болезни, ни на что. Просто возьмите для себя. Если голова болит, никогда не ложитесь спать днем. Сидя просто откинься, посиди минут 15. Это для тебя достаточно. Вообще никогда не ложись днем. Возьми себя за правило. У меня жена, она за 46 лет меня разу не дала лежащим. Ты сам себя... Почему? Старство Божье усилием берется. Написано. Усилием. И оно восхищается тогда. Я по просьбе Сергея с вами встретился. Он о вас молится, сильно заботится. Говорит, что вот вы там уже хотите. Я говорю, не знаю. Я чувствую, он закрыт для меня. Вас мне не потянуть. Я не понесу его. Я не могу его взять. Почему? Вы слишком много говорили о том, что не божественное. Это уже попутно вам сказать. И он от этого не отстанет. Это единицы могут отстать. Единицы. На одной руке я могу показать, кто отстал от этого. Это опрещение дьявольское. И от этого не отойти. Вы будете рассказывать, находить что-то положительное. Там нет положительного ничего. Это прелесть от дьявола. Вы знаете, Игнатий Тихонович, дело в том, что на сегодняшний день я не хочу уже об этом рассказывать. У меня есть о чем говорить людям. Есть более важные вещи. Есть любовь. Есть Иисус Христос. Есть основа жизни. Просто есть смерть само собой разумеющаяся. Никто, кто жил 150 лет назад, не живет сегодня. И то, что я пережил, это само собой разумеющееся. И говорить об этом, ходить всем подряд, это не суть. Это суть, которая всего сейчас, она загорела, завтра она потухла. То есть, ну, Господь не гаснет, Христос не гаснет. То есть, вот наша суть. Не то, что я вот это. Я не хочу быть человеком, который говорит о том, что он пережил. Я хочу быть человеком, который говорит о том, что есть Господь, что есть Христос, который любит нас. И он есть истина во всем. Не наши случаи, которые могут разниться, которые могут как-то трактоваться. Кем-то хорошо, кем-то плохо. А Христос, который никак не трактуется, кроме как истиной. Кроме как единственным вообще нашим, Божиим. То есть, это основа моей жизни на сегодняшний день. И я не хочу говорить людям, я не хочу быть свидетелей, я не хочу свидетелей стволовать. Я хочу людям просто говорить о Боге. Я хочу говорить о Христе. Я хочу, чтобы он меня зарядил истиной. Не той, которую я пережил, там, смерть или там какие-то мои видения. Это все, оно, это реально, оно людей, одних там заставляет, может, как-то ревновать, других еще что-то, третьих ненавидеть. Зачем мне это надо, если у меня есть Слово Божие, на котором нужно основываться, а не мои видения или какое-то там непонятное стечение обстоятельств жизни. Поэтому это часто людей отталкивает, кого-то, может быть, притягивает. А я не хочу притягиваться, отталкиваться на основании своих собственных видений. У меня есть Слово Божие, у меня есть Библия, у меня есть, по крайней мере, святые отцы, есть такие люди, как вы. То есть, я хочу познать истину. Я хочу жить тем путем, к которому меня ведет Господь. Я хочу самоотверженно оставить этот мир в плане мирского оставления, не физически. Физически я пока живу, значит, я здесь нужен. То есть, и не хочу я свидетельствовать. Свидетельство мое, оно как пошло, так и пошло. Все, я его снял и забыл. Так, я понял. Мы сейчас отходим, расстаемся. Если у вас будет такое искреннее желание, у вас будут вопросы, которые вы не находите даже в толковании святых отцов. Если это будет по силам, я отвечу. Выходить на три часа раньше, вот сейчас десять у нас. Десять, по-нашему. Ну, у себя, посмотрите, сколько там. У меня семь часов. Вот. На три часа раньше. И только через Сергея. С ним поговорите. Он уже, у нас общение там все время идет. И вопросы, вот сейчас мы разговаривали с Давыдкиным, у него вопросы по писанию. Пять вопросов я ответил, до свидания, на следующую неделю. У меня вопросов этих тысячи отвечены на сайте. На сайте 4124 вопроса отвечены. Там все взято. Вы зайдите на сайт. На сайт. А за сайт-то там, например, только щелкнул, уже на форуме. На первой странице. Там легко на все. Так. Прощаемся. Отключайте. Паши. Слава Христу. Мы неплохо расстаемся. Слава Христу. До свидания. До свидания. Поключайте.